МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Лаура Иванова. И сегодня в нашей программе. С совместными усилиями мы с вами обновляем медицинское оборудование, повышаем качество предоставляемых медицинских услуг. День медицинского работника. Нашим проектом предлагается размещение на данном земельном участке живых домов. Публичное слушание по вопросу строительства нового многоэтажного дома. Около 12 еще дача не горела, а 20 минут первого на этом вспыхнуло, на втором этаже. Пожар в садоводческом товариществе Мичуринец-3. Пожары в садоводческом товариществе Мичуринец-3 продолжаются. Очередное происшествие зарегистрировано минувшей ночью. Подробности у наших корреспондентов. Минувшей ночью в садоводческом товариществе Мичуринец-3 зарегистрирован очередной пожар. Кирпичный дом с мансардой выгорел дотла. Пожарные приехали довольно быстро, но потушить огонь не удалось. Пострадавших нет, так как владельцы дачного дома в нем не проживают. Дача была в исключительном состоянии. Это у меня как бы гостевой дом был. У меня там отлично мебель была. Все как бы и первый, второй этаж, ковры и вообще все такое. Около 12 еще дача не горела, а 20 минут первого на этом вспыхнуло. На втором этаже говорит огонь. Но даже когда я пришла, еще первый этаж не горел. Горел только второй этаж, крыша падала. Но пока пожарники то, сё, потом поехали снова заправляться. В общем, премьерно сгорел дотла. По словам хозяйки дачного участка, причина пожара – поджог. Никакого сгорания быть не может. Это только поджог, потому что света там не было, электричество не горело. В начале этого года в нескольких метрах от сгоревшей дачи возник пожар. По версии жителей садоводческого товарищества, поджог мог организовать бывший хозяин участка, на котором произошло возгорание. Ведь три года, пока он находился в местах лишения свободы, пожаров не было. Мне кажется, у него не все было психически нормально. Он в свое время отсидел, в тюрьме был. И это самое, были у него заскоки такие. Ну, неадекватный был человек. Ну, он и не скрывал свою дачу, спалил. Там у него жили. Но он всегда, как бы, его мама работала у меня, хозяйкой, как бы, да. И вот мы общались, а у него, ну, я думаю, что он этот, просто сдвиг у него какой-то. Назлите. Также жители товарищества отметили, что пожары возникают в домах, в которых проведен капитальный ремонт. Это может быть выгодно тем, кто скупает дачи по низкой цене, либо, наоборот, продает их. Около моих дач, три года назад, сгорело больше 18 дач. Все вот, в круговую. В общем, пожары там очень часто. В отделе полиции ситуацию пока комментировать не готовы. Герман Токарев, Марина Бирлева, Александр Истомин, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Сегодня, накануне Дня медицинского работника в городском дворце культуры, прошло торжественное мероприятие, на котором присутствовали лучшие представители городского здравоохранения. Вами выбрана ответственная миссия. Ваша профессия требует полной самоотдачи, опыта, знаний, терпения, милосердия и сопереживания в борьбе за здоровье и жизнь людей. Совместными усилиями мы с вами обновляем медицинское оборудование, повышаем качество предоставляемых медицинских услуг, внедряем электронную очередь. Но главное богатство сегодняшнего городского здравоохранения – это, конечно же, вы. Работники системы здравоохранения – врачи, санитарки, весь медицинский персонал. Наиболее отличившиеся медицинские работники отмечены грамотами и благодарственными письмами. Семейные династии в медицине имеют особое значение. Из поколения в поколение врачи передают свой опыт преемникам. Репортаж продолжит тему. Переоценить значение медицины в жизни современного человека крайне сложно. Невозможно работать в здравоохранении без искренней любви к своей работе и к людям. Несмотря на сложности данной профессии, в медицине складываются свои династии. В центральной городской больнице работают более 20 династий, и каждая есть чем гордиться. Нина Григорьевна Корнюхина, уроженка села Александровка, пришла в медицину после окончания Ростовского мединститута в 1950 году. Сколько я работаю рентгенологом, я уже настолько, что я уже знаю, вот мне скажут фамилию, да, а передо мной уже его грудная клетка. Я уже знаю, где у него очаги, где у него что вот такое вот. Потому что я все время работаю на этом. На протяжении многих лет совершенствовал свои профессиональные навыки и сегодня является одним из ведущих специалистов города. Нина Григорьевна Корнюхин – это потрясающий человек, великолепный доктор. Это специалист с большой буквы, поскольку, несмотря на свой возраст, она смогла и осваивать, и продолжает осваивать все новые технологии, которые существуют. В частности, она интересуется и компьютерной томографией, и магнитно-резонансной томографией. Она в совершенстве владеет компьютером, поэтому она является примером, путеводной звездой для всех молодых специалистов. В эту профессию пришла и дочь Нины Григорьевны. Моя Ирочка, она, она только хотела быть врачом. Сначала поступила в РИСМ, нет, в РИНГ, на экономическое отделение, но она все время мечтала быть врачом. И на третьем курсе она бросила, сдала экзамены в мединститут и начала учиться в медицинском институте. Еще одна династия в медицине – это семья Давыдовых, которые много лет работают терапевтами в центральной городской больнице. Мы в этой среде крутились, другого не понимали. Вечно куча врачей, разговоры. И муж мой был тоже врач, он, к сожалению, умер в 43-е годы, но он тоже был врач. И поэтому это была общность интересов и нормальная семья. Александра Павловна выросла в семье, которая дала ей прекрасное воспитание. Ее детские увлечения, музыка, балет, танцы, общественная работа пригодилась в жизни. Я закончила музыкальную школу, я училась в балетной школе. Потом я занималась просто танцами и так далее. То есть вот все это было, но это все как бы в основном ушло. А одно время, больше общественной работы, даже когда я работала на одном месте в деревне 25 лет, то я даже была представителем сельского совета без отрыва от производства. Что мне казалось, дурью страшно. Александра Павловна в медицине с 1962 года. Самыми яркими остались воспоминания о селе, потому что сельский доктор умеет все. Я не жалею о тех годах, когда я проработала в далекой деревне среди староверов. Я не жалею. Я научилась очень многому. Там мне некому было подсказать, сделать что-то за меня. Поэтому мне все пришлось сделать самой. Династия Давыдовых продолжается. Две дочери сегодня работают в стенах центральной городской больницы. Растут четверо внуков. Так что есть кому продолжить добрые дела старшего поколения. Новый конфликт на почве строительства жилого дома возник в Азове. Жители многоэтажки по улице Инзинской 7 выступили против застройки в их дворе. В Доме детского творчества состоялись публичные слушания. Основной вопрос – обсуждение проекта планировки и межевания муниципальной территории вблизи дома номер 7 по улице Инзинской. Сегодня здесь расположен сквер, который является санитарно-защитной зоной между жилыми домами и промышленными предприятиями. Компания «Южгеоком» заявила о намерении построить трехсекционный девятиэтажный дом общей площадью квартир 4 тысячи квадратных метров. Нашим проектом предлагается размещение на данном земельном участке жилых домов этажностью до девяти этажей включительно. С последующим благоустройством территории, размещением детских площадок, спортивных площадок, парковочных мест. В настоящее время на данном земельном участке имеются зеленые насаждения. Территория в основном неблагоустроена. По ходу совещания у главного архитектора города Сергея Гордова возникли вопросы к инвестору, который собирается построить девятиэтажный дом на 26 сотках. Сколько займет сам строение объекта? 756. То есть остается у нас... 28% процента строения. Получается, остается земли чистой под нашей рекреацией сколько? 1700 где-то. Вот из этих 17 соток у вас по нормам площадки, парковки, озеленения, хвост-бытовые нужды, нужные бытовые отходы. Что у нас еще положено на этих объектах? То, что должно быть там указано в этом проекте. О чем речь? Очень напряженным оказался момент голосования. Кто за? Поднимите руки. Считайте. Ну, пусть считают. Успокойтесь. Успокойтесь. Успокойтесь, я вам сейчас все поясню. Кто против данного проекта планировки, поднимите, пожалуйста, руки. Вы не ведите себя нормально, в конце концов. Успокойтесь. Вы заголосны? Нет. Вы поднимите руки. Вот поднимите руки. 16. Сколько? 16. Кто воздержался? Считаем. Раз, два, три. 4, 5, 6. 6 человек. Зачем они? Ну, люди, которые не имеют никакого отношения к этому проекту, конечно, они будут воздерживаться и за. Каник. Представителей потенциального инвестора, проголосовавших за проект, в зале оказалось заметно больше, чем жителей дома. Однако, благодаря тому, что были представлены списки собственников в квартир с подписями против строительства. Проект не был одобрен. Хотя они говорят, что тут детская площадка, спортивная. Здесь можно разместить спортивную площадку. Также детская. Еще припарковываться машины будут. Вообще непонятно что. Места очень мало для того, чтобы строить дома. В сквере любят играть дети. С удовольствием прогуливаются взрослые, которые очень ценят этот зеленый островок. Они здесь домики строили, девочки в куклы играли. Мальчики там шалаши себе строили, войнушки. Они выросли здесь. Вот в этом сквере. Мы всегда здесь отдыхаем. У нас здесь зелень большая, красивые деревья. Их опилили осенью. Сейчас мы здесь гуляем. Травку покосили. Всегда просто хорошо здесь отдыхать. Каждый вечер мы здесь гуляем. Пенсионеры. В нашем доме много пенсионеров. Поэтому в основном все выходят на эту сторону гулять. И зачем такую красоту деревья такие красивые? Зачем же их вырубывать? Пока людям удалось отстоять свой сквер. Но по словам главного архитектора, каждые два месяца в администрацию обращаются потенциальные инвесторы, которые желают возвести дом именно на этом участке. Возможно, на следующие публичные слушания они приведут такое количество сторонников, что смогут оказаться в большинстве. Так что успокаиваться жителям не стоит. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – сеть дешевых аптек. Мы заботимся о вашем здоровье. Продолжит эфир на нашем канале программа Азовского арт-медиа-центра «Бум». Отличных вам выходных. До свидания. Сеть дешевых аптек предлагает традиционно качественные препараты по низким ценам. У нас вы всегда сможете приобрести лекарственные препараты, товары для здоровья и красоты, гомеопатические средства. Все для детей и беременных. Мы заботимся о вашем здоровье. Азов, привокзальная, 23. Телефон 46-0-46. Московская, 76. Телефон 4-24-73. 18 июня ожидается ясная погода. Температура днем плюс 30-32, ночью 20-22 градуса. Ветер северный 1 метр в секунду. Влажность воздуха 51%. Уровень воды в реке Дон на 99 сантиметров выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 20 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова